Подходя к окнам, видели наискосок у особняка, где жило его высокопревосходительство, и где бывало городовой вытягивался, косясь на серый фасад, стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настежь распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом кумачевый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство с бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют. Куда в такую стужу? А куда хочешь? Это высокопревосходительство-то, нерушимую косточку государственного механизма. Настает ночь. Черно. Ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, смольный залит светом, и в фабричных районах свет. Над истерзанным, простреленным городом воет вьюга, насвистывает в дырявых крышах. Быть нам пусто. И бухают выстрелы во тьме. Кто стреляет? Зачем? В кого? Не там ли, где мерцает зарево, окрашивает снежные облака? Это горят винные склады. В подвалах, в вине из разбитых бочек захлебнулись люди. Черт с ними, пусть горят заживо. О, русские люди, русские люди! Русские люди эшелон за эшелоном валили миллионными толпами с фронта домой. В деревни, в степи, в болото, в леса, к земле, к бабам. В вагонах с выбитыми окнами стояли вплотную, густо, не шевелясь. Так что и покойника нельзя было вытащить из тесноты, выкинуть в окошко. Ехали на буферах, на крышах, замерзали, гибли под колесами, проламывая головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку. Все пригодится в хозяйстве. И пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца, и ручные гранаты, винтовки, граммофон, и кожа, срезанная с вагонной койки, не везли только денег. Этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки. Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок. Кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостня мировой буржуазии. «Давай паровоз! Жить тебе надоело, такой сякой матерний сын! Отправляй эшелон!» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинист, и кочегар удрали в степь. «Угля, дров, ломай заборы, руби двери, окна!»